Доброе утро, область просыпается И снова новый день начинается Первый Ярославский сделает твое утро бодрым В отличном настроении пойдешь на работу И не важно, маленький ты или взрослый Утро надо начинать с овсянки Все просто, чтобы сегодня все было отлично Включай в 7 утра наше шоу, это логично Овсянка, овсянка Доброе утро, друзья, сегодня вторник, 12 ноября Вы только проснулись и уже включили любимый Первый Ярославский Чтобы посмотреть, что за кашу мы решили заварить для вас сегодня Это прекрасно, ведь эта овсянка Самое утреннее шоу среди полезных И самое полезное среди утренних И сегодня нас ждет Начинаем утро с очередной полезной и эффективной зарядки Вместе с профессионалами Сегодня боремся с сердечно-сосудистыми заболеваниями Продолжаем тренировку, не отходя от телевизора Он член гильдии каскадеров России Он, пожалуй, самый знаменитый каскадер Ярославля И теперь еще и директор школы боевых искусств Анатолий Вулканов в рубрике «Интересный человек» И, конечно, в рубрике «Первый музыкальный» Продолжаем подпевать талантливым ребятам из группы «Лонг-лонг» Но меня зовут Алексей Торхов И мы начинаем наше утреннее шоу «Овсянка» Оказывается, каждый человек непрерывно на генетическом уровне связан с музыкой Вернее, со звуками Эти звуки могут исходить как от птиц, животных и самой природы Сам человек, не замечая за собой, расслабляется и оздоравливается за счет этих звуков Ведь голоса животных и птиц зафиксированы уже давно в нашем подсознании Как определенный раздражитель Он может быть непрерывно связан как с положительными, так и с отрицательными эмоциями И сейчас я, конечно, не предложу послушать вам пение птиц Но, думаю, песни ребят из группы «Лонг-лонг» Определенно положительно скажутся на вашем настроении Давайте начнем это утро с отличной музыкальной паузы И потанцуйте Танцуйте с утра, танцуйте Не останавливайтесь, не сдерживайте себя Погнали! Доброе утро! Меня зовут Софья Кременецкая Вы в музыкальной рубрике очутились, оказались Я надеюсь, что вы проснетесь, если еще не проснулись вместе с нами Потому что со мной замечательная группа из Ярославля «Лонг-лонг» И мы всю неделю проводим вместе Эта неделя у нас какого жанра? Альтернативный рок Да, потому что я это в прошлый раз не спросила Неделя альтернативного рока Это замечательная неделя И сегодня у нас будет песня «Танцы под дождем» Небольшой такой спойлер Вот, поэтому я хотела поговорить На самом деле Не о погоде Ну я зачем-то сказала, что у нас были танцы под дождем Я хотела поговорить о танцах Я предлагаю нам немножко потанцевать Потому что у нас есть спортивная рубрика Дмитрия Ждунюка Где наверняка никто не поднимался И не шевелился И не делал спортивные упражнения и зарядку Есть кулинарная рубрика Где наверняка все просто сидели и ели А есть наша рубрика Под которую тоже можно чем-нибудь даже потрясти Поэтому я пищуточку пальцев Могу на монтаже вставить любую песню Какую? Йоган Себастьян Бах Вторая симфония Я называть-то бы как будем Хорошо Давайте теперь потанцуем под песню группы «Лонг-Лонг» Как я уже сказала «Танцы под дождем» Танцы под дождем Погнали 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 Мы побежим, мы полетим с тобой по крыше И в этих глазах я видел всю Но только себя в них никогда Я не увижу Прости Мы так давно, мы так легко друг друга прощали Не вернись Ко мне тесном В теплом дождем Под вашим дождем мы танцевали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 У нас нет такого, что мы от нее отстраняемся и смотрим на нее как бы... Мы постоянно взаимодействуем. Мы единый живой организм. Круто! Иван, как часто Вам приходится терпеть ноги на почке? Практически каждый концерт, потому что ребята, опять же, как сказал Александр, выражают себя. Поначалу меня это раздражало, но потом, в принципе, в порыве угара Это уже просто абсолютно все равно становится Мы уже как единый организм Просто в такт головами трясем И нам хорошо и замечательно Пользуйтесь случаем, спрошу, умеете крутить палочки? Да, да, пожалуйста Часто этим занимаетесь на концертах? Каждый раз, каждый раз И последний концерт Джао Дабл На первой песне, скажу не секрет У меня палочка улетела аж на другую сторону сцены Это было красиво, но не очень Получилось музыкально Ничего страшного Я как бы не боюсь таких ошибок Это со всеми бывает Посмотрите, даже на ту же самую металлику Да, на любые группы В принципе, это нормально, но нежелательно Ну, действительно Действительно, со всеми такое бывает Николай, еще такой вот к вам Подойти и задать вопрос И тогда гитаристы часто потираются спинами Друг с другом контактируют Так сказать, прикасаются Такое у вас бывает Да, есть такое, мы вырабатываем статику Постоянно С собой, особенно с Александром Жаль, что Александр не Александра, да? Ну да, пока, да Николай в прошлом профессионале танцов Серьезно? Да, было дело Ну я это особо не фиширую Ну было дело Уже сфишировали А что тут вали? А все подряд Ну какой-то современный джаз Современная хореография Вы можете вспомнить там? Нет, пока здесь никак Слишком тесно Как и быть Не сегодня Ну а мы продолжим Продолжим И продолжим теперь тему дождя Танцы под дождем Да, был однажды один очень интересный случай Кстати, связанный с этой песней Это было каким-то, наверное, знаком С высшим На День города, по-моему, выступали на стрелке Весь день передавали дождь Но он не начинался Была замечательная погода Солнечная И именно на этой песне Танцы под дождем Он пошел И мало того, что он пошел на этой песне Когда она закончилась Дождь закончился тоже Было очень много обсуждений на эту тему В нашей официальной группе По-моему, это было очень здорово И эпично Спецэффекты, так сказать Очень любые такие моменты Это наверняка смотрелось Очень красиво Ну и раз уж мы затронули тему погоды Сейчас осень Осенняя хандра у всех Как вы боретесь Вот рецепт для наших зрителей Рецепт осеннего счастья Если такое есть Больше концертов Больше энергетики И хорошего настроения Ведь когда нет вообще Никакого плохого настроения На самом деле оно зависит от тебя Это как счастье Понимать, что оно вокруг тебя Оно здесь Также и хорошее настроение Оно всегда здесь Просто его нужно уметь ловить Чувствовать И держать Игорь, а как у вас дела В своем состоянии? Мне кажется, у вас осенняя хандра Да, осенняя хандра Лечу музыкой Слушаю Новое что-то То есть даже послушать музыку Конечно Само собой Ну, посмотреть какой-то фильм Послушать музыку Погулять Сходить С ребятами музыку Поиграть А что можно вкусненького съесть Осенью? Может быть, там на заметочку Туеть возьмет В кулинарную нашу рубрику Приготовить что-то Даже не знаю, что подсказать Ну ладно Музыка тоже хорошо Дорогие друзья Мы встретимся с вами уже завтра А пока Осень, осень, осень Пожалуйста, не хандрите Оставайтесь вместе с нами Потому что мы самые позитивные И самые классные И это группа Лонг-Лонг И я Софья Кременецкая До завтра А сейчас я предлагаю Заняться еще и спортом Наша спортивная рубрика Стартует в эфире «Овсянки» Думаете о профилактике Сердечно-сосудистых заболеваний? А вы знали, что существует Комплекс упражнений Который способен вам помочь? И овсянка вам его продемонстрирует Внимательно Смотрите только Доброе утро Меня зовут Голиков Михаил Сергеевич Я врач лечебной физкультуры и кинезиотерапии Сегодня хотелось бы поговорить О профилактике сердечно-сосудистых заболеваний Как о профилактике Наиболее серьезных и распространенных Заболеваний на территории Российской Федерации Помимо употребления Прописанных врачом препаратов Мы можем регулярно выполнять Определенную гимнастику Которая могла бы нам улучшить течение Либо профилактировать возникновение Таких заболеваний, как гипертония Нарушение ритма сердца И соответственно их осложнение Инфаркты, инсульты Для того, чтобы это сделать Нам нужно задействовать Две большие мышечные группы Это мышечные группы Ассоциированные с грудной клеткой И мышцы ног, бедер Как наиболее крупные источники кровоснабжения Поскольку мышцы насыщены капиллярами И соответственно берут на себя Какую-то часть объема крови Соответственно разгружая сердечно-сосудистую систему Нам нужно выполнить всего два упражнения Это отжимания и приседания Первым упражнением желательно выполнять отжимания Отжимания могут показаться достаточно сложными Не обязательно выполнять их из упора лёжа Как на уроках физкультуры классически Если вы не можете этого сделать Вы можете отжиматься с колен Вы можете отжиматься от подоконника При выполнении упражнения отжимания Руки должны стоять приблизительно на ширине плеч Либо чуть шире Более узкий хват чрезмерно нагрузит ваши локтевые и плечевые суставы Ладонь должна находиться под локтевым суставом А локоть под плечевым суставом Это оптимальное положение рук Не нужно ставить ладонь сильно выше плечевого сустава В противном случае вы имеете все шансы перегрузить мышцы шейного отдела позвоночника Если вы не можете отжаться из упора лёжа Сгибайте ноги в коленных суставах И ставите колени на пол Выполняйте отжимания Сгибайте руки настолько, насколько позволяет сила мышц вашего верхнего плечевого пояса С выдохом отжимаете себя от пола Обратите внимание, каждый раз на усилие вы выполняете выдох Это будет касаться как отжиманий, так и приседаний Если у вас не получается отжаться даже с коленей от пола Самое замечательное, что вы можете сделать Это попытаться отжиматься от подоконника под небольшим углом Соответственно, в этом случае ваша задача всё-таки коснуться грудью подоконника Поскольку это крайне лёгкий вариант выполнения упражнения И хоть как-то его нужно усложнить Приседания Приседания могут выполняться как в классическом варианте Либо если у вас есть проблемы с коленными или под тазобедренными суставами Вы можете выполнять так называемые опорные приседания Которые обеспечивают снятие вертикальной нагрузки Разгрузку коленных тазобедренных суставов И увеличивают нагрузку на мышцы при минимальной нагрузке на суставы нижних конечностей Желательно приседания выполнять с постановкой ног на ширине плеч Носки и коленные суставы несколько развернуты к наружу Если же у вас есть какие-то проблемы с коленными тазобедренными суставами Если у вас есть диагнозы как артриты и артрозы Вы будете выполнять вариант приседаний с опорой В этом случае вы поставите ваши стопы ровно под верхние конечности В том месте, где вы ими фиксируетесь за опору Отведете таз назад и будете работать в ограниченной амплитуде Тем самым создавая нагрузку на мышцы пояса нижней конечности И разгружая коленные и тазобедренные суставы Приседаете приблизительно до параллели бедра с полом С выдохом вы встаете Крайне важно встать с выдохом А не натужиться при попытке встать Для того, чтобы избежать скачка артериального давления Каждое упражнение выполняется в дозировке 15-20 повторений Выполняются они каждое утро по одной серии или одному подходу Регулярное выполнение данного комплекса упражнений поможет вам избежать у себя развития комплекса сердечно-сосудистых заболеваний Либо, если они уже у вас есть, улучшить их течение Регулярно выполняйте зарядку по утрам и будьте здоровы! Доброе утро тем, кто еще только просыпается И тем, кто уже начал это утро с самым полезным утренним шоу «Овсянка» на Первом Ярославском Меня зовут Алексей Торхов и я хочу вас познакомить с очень интересным человеком Настоящей ярославской звездой Каскадером Анатолием Вулкановым Поэтому знакомьтесь Анатолий Вулканов Я, кстати, тоже звезда, чуть-чуть Или нет? Но не каскадер, конечно Анатолий, спасибо тебе огромное, что уделил нам время И по традиции я тебе пожелаю доброе утро Взаимно, доброе Это очень круто Я пришел и мне захотелось переодеться Что я, может быть, и сделаю потом Но давай сначала поговорим о тебе И начну, наверное, я издалека Я знаю, что ты очень крутой и вообще один из лучших каскадеров Поскольку я каскадеров знаю не так много, тебя знаю Как ты пришел к каскадерству? Как ты начал этим заниматься? Как ты начал этим жить? Ну, это было, в принципе, спонтанно, случайно В детстве, конечно, были мечты, желания К этому шел Но получилось так, что друзья приехали, с кем мы играли в волейбол Они снимали кино И пригласили меня на роль Сколько тебе было лет? Мне было 24, по-моему, чтобы не соврать Я был проездом с Ярославля, ехал в Питер И проездом заехал буквально один день у меня был И у меня как раз получилось, что роль Я отснялся и понял, что это мое Потом мы начали делать драки в кино И как бы оно пошло-поехало То есть от ролей пошли к дракам Потом поняли, что мы можем сами делать, не как каскадеры Ты отснялся в первой роли То есть это была и первоактерская роль Она была как актерская у тебя, да? И роль как у каскадера Да, потом следующие были эпизоды Опять были роли И я увидел московских каскадеров, которые работают Делают драки Меня пригласили с ними сделать Я понял, что мы можем в Ярославле, в принципе, создать свою группу То есть я дал прямо объявление в газету Сняли зал и начали тренироваться И первые роли пошли, первые как раз заказы, так сказать, от каскадеров От постановщиков трюков московских Именно на драке, именно здесь, в Ярославле Чтобы не везти с Москвы Они начали приглашать местных, наших каскадеров Так мы закрепились уже 15 лет Даже 16 В 16 где-то уже работаем в этой роли, так сказать, каскадеров Но смотри, ты же пришел к каскадерству с самого детства Но у меня такое впечатление, потому что ты занимался спортом Я занимался каратэ Ты занимался каратэ? Да Миноборствами Со скольки лет? Я начал вообще со спортивной гимнастики с 7 лет Каратэ тогда еще было запрещено, только начало появляться Мы по самоучителям, да И мой тренер, который был тренер по гимнастике Он переквалифицировался в тренера по каратэ, тоже в сборную России Попал, начал нас каратэ обучать Параллельно у нас был бокс, кикбоксинг и все остальное Но база вот именно каратэ, потому что он такой пластичный, динамичный вид спорта Очень хороший контроль техник как раз для кино Важно, когда наносишь удары, чтобы не вырубить, не травмировать актера, особенно главного героя Вот, здесь нужен хороший контроль, что вот и как раз отрабатывается в каратэ Ты член гильдии каскадеров России Вот, расскажи об этой гильдии и что она тебе дает? Что это за гильдия? Гильдия каскадеров России, ну это, наверное, такой узкий круг, где все друг друга знают Недавно был кинопремия «Альтер-эго» для трюковых эпизодов, для трюковых сцен Где выручали за лучшую сцену каждому каскадеру, постановщику трюков И нас туда пригласили со своим вот шоу, каскадерский шоу Дмитрий Баконин делал «Терминатор» шоу с нашими ребятами Он как раз был дублером Арнольда Шварценеггера И они пригласили его с этим шоу, чтобы вот как раз показать вживую, да, экшн-сцены Экшн-бой на сцене, как это выглядит Всем понравилось, был Александр Инышаков, всем все понравилось И как раз это знакомство, оно позволяет выезжать как можно больше в разные страны И по России ездить на съемки Нас знают и приглашают Также очень много, немаловажно, именно приглашает нас как актеров-каскадеров Именно актер, который может выполнять трюки в кадре Роман Курц, кстати, за счет своего широкого амплуа То есть он выполняет трюки, его дублер практически всегда сидит без работы Потому что Роман все выполняет за счет этого И это экономия бюджета Нас еще дополнительно приглашают как постановщиков трюков То есть вот мы ездили сейчас пять минут тишины Был проект в Ульяновске, еще не закончился И мы с Романом делали, я как постановщик трюков Мы делали драки, трюки, как актеры, роль То есть, ну, в общем, три в одном, так сказать Это получается и экономия, и удобно, и качество Мы за три часа сняли сцену, которую снимают обычно день-два То есть целый день тратим За счет того, что мы быстро все подготовили, выучили Вышли и все в кадре раз-раз-раз все сделали Какие трюки вы делаете? Наша, конечно, специализация, это именно кинобой Хореография боя Мы бы делали, конечно, избивание и на машинах Ну, такие несложные перевороты делали Но основа, ну, наши, это драки, это наше амплуа Ну, то, что чаще всего происходит Вот, это наша специализация А что самое сложное? Вот, что самое сложное в твоей профессии? В нашей профессии, если не брать кино Самое сложное, это вживую делать постановочный бой Вживую То есть есть, вот как раз на альтер-эго мы приехали и делали вживую Как правило, киношные каскадеры, они редко очень делают вживую Потому что там есть дубли, там можно делать какие-то зазоры, да? Вживую очень сложно сделать так, чтобы со всех ракурсов зрители поверили, что реально это бой Реально дерутся, вот этот экшен Были ли какие-то казусы? Какие-то, может быть, интересные, смешные случаи при выполнении трюка на съемках у вас? Ну, постоянно что-нибудь смешное, как у Джеки Чана, да? Если, так сказать, уметь над собой смеяться, да? То, ну, оно и больно и смешно порой бывает Вот крайний случай, наверное, был Мы с Романом делали драку, где он закрывался тазиками Мы били там палками, отбили себе все руки там, ну, это было смешно Ну, мы в соцсетях выкладывали, как все ржут, но это было и больно, и смешно, с одной стороны Я не знаю, Атолий, может быть, я открою для тебя секрет, для наших зрителей Но поскольку вот Роман Курцин, да, который стал, ну, прямо такой большой звездой в нашем, ну, в кинематографе, да? Он учился на год старше меня в театральном институте И на спектакле, который они выпускали, это выпускной спектакль, Роме сломали нос Вот как раз-таки был тот момент, когда сценический бой где-то дал какую-то небольшую оплошность И Роме прямо на спектакле сломали нос, он продолжил, он что-то сделал, он продолжил, доиграл спектакль Вот, ну, и потом пришлось вести, как бы, да, как бы второго человека, вот, ну, уже на последующий Вот, как бы, это у меня такой прикольный случай С кем из знаменитостей, кроме Ромы Курцина, да, о котором мы уже сегодня сказали, с кем вам еще приходилось работать? С какими-то очень известными и популярными артистами? Ну, я, наверное, сразу, может быть, перескочу, чтобы так барьировать Давай, давай, ты можешь, ты можешь все, а то, понимаешь? Да, мы работали много, там и Александр Булдаков, и там звезды шоу-бизнеса Ну, самый, наверное, такой, это для нашего театра и школы, это самый пик вершины, это Дмитрий Бакунин Вот, как раз он идет, всех давит по дороге Он дублировал Арнольда Шварценеггера и работал с Джеки Чаном То есть они делали трюки, драки и так далее Вот, то есть это, ну, у нас, наверное, самый даже, вот, ну, больше мест, ну, как бы, российских актеров сложно тут сравнить Ну, я согласен То есть это вот самый пик, наверное, для нашего школы, для нашего театра Как ты сам относишься к своему здоровью? К здоровью, ну, сейчас очень трепетно, потому что, зная, что при каких-то, вот, допустим, сейчас травма, да, и вчера, позавчера я работал со змеями, вот, и это было очень тяжело, когда на тебе 100-килограммовое это, и ты не можешь просто физически двигаться, вот, тем более, там, если работать с ядовитыми змеями, они бросаются, нужно резко уворачиваться, а нога тебе просто не дает делать какие-то трюки, вот, и ты понимаешь Каждую тренировку, что нужно очень аккуратно, потому что у тебя вот впереди съемки Мы сегодня, наверное, пришли в такую святая святых, где проходят тренировки и у детей, и у взрослых Что вы здесь делаете? Что это за школа? И какие достижения есть у ребят, которые занимаются у тебя? Так, ну, начну сдалека, так как я уже занимаюсь тренерской деятельностью с 15 даже лет, потому что начну тренера заменять Эти все группы на мне были, он занимался организацией всех вот этих соревнований и так далее, вот, то первые мои чемпионы были, когда мне было 18 лет, я уехал в армию, как раз стала девочка чемпионка России И мальчик был серебряным призером Потом, когда я вернулся с армии, продолжил, так сказать, этот путь У нас была лучшая команда по контактным видам единоборств в республике Коми, это еще Ворхута Вот, и было, вырастил несколько чемпионов России, призеров России Вот, в Ярославле мы, изначально я занимался еще Кудо, выступал на местных каких-то соревнованиях дополнительных, ну, чтобы для дополнительного развития Вот, но мы сделали только школу каскадеров Боевые искусства, так как, ну, этот рынок насыщенный, много всего А школа каскадеров, это была изюминка тогда в городе К нам приезжали все со всех сторон снимать, фотографировать, потому что, ну, школа каскадеров в Ярославле такого еще не было Вот, и мы, наши ребята, в основном добивались различных трюковых каких-то экстремальных видах, как паркур, брейк-данс Наши ребята выступали и были чемпионами, там, мира, Европы, вот А боевые искусства, вот, как раз то, что стал олимпийским видом, да, и мы открыли буквально полтора года Но ребята за полтора года сделали очень сильный рывок, скачок Сейчас на области у нас 38 медалей, вот, из 23, да, то есть это командный ката, кумите, ну, разделов много, они везде, везде участвуют Наверное, это будет такой последний вопрос, но очень важный Какие у вас планы на будущее? Планы на будущее и в школе, и в вашей, как бы, каскадерской профессии? Вот есть какие-то наметки, что? Ну, у нас мы максималисты, амбициозные, и, как бы, всегда сразу себе поставили цель Это, если берем школу каскадеров, это Голливуд обязательно, ну, тем более, мы уже соприкоснулись с Голливудом Вот, и мы делаем все, чтобы потихоньку туда пробиваться Малыши, это, конечно, олимпийские игры, чемпионаты мира, то есть самые, вот, что ни на есть Ну, а, как говорят, плохо тот солдат, который не хочет стать генералом, да, плохо тот спортсмен, кто не хочет стать олимпийским чемпионом Толя, спасибо тебе огромное, правда, мне было очень приятно Спасибо вам огромное, я вам желаю побед В первую очередь побед, и, наверное, можно в первую очередь пожелать побед вашим воспитанникам вашей школы А сейчас настало время для нашей судьбоносной рубрики Самый вкусный и самый полезный гороскоп в Овсянке Овны, вам требуется внимание и участие окружающих, но даже получая их, вы можете чувствовать себя недостойным этой чести Совершенно напраздно вы вполне это заслужили Тельцы, ситуация, в которой вы находитесь, весьма нестабильна, но сегодня будет работать на вас, воспользуйтесь моментом Близнецы, сегодня все вокруг вас будет несколько туманно Не имея возможности составить себе ясную картину происходящего, не стоит рисковать, решаясь на активные действия Раки, сегодня вам может потребоваться отдых от общества, даже наиболее любимых вами людей Побудьте некоторое время в гордом одиночестве Львы, преодолевая полосу препятствий, расставленных жизнью, старайтесь действовать не силой, а разумом В противном случае, ваши шансы на успешное преодоление дистанции близки к нулю Девы, намерения ваши прекрасны, но время для их осуществления сегодня неудачное Лучше отложить эту затею, только не забывайте о ней совсем Весы, будьте сегодня предельно осторожны, если посчастливится столкнуться с чем-то невиданным Постарайтесь не делать резких движений и не принимать неожиданных решений Скорпионы, сегодня кому-то экстренно потребуется именно ваша помощь, это может занять весь день Но отказываться не стоит, помочь действительно можете только вы Стрельцы, самой большой ошибкой, которую вы можете сегодня допустить, будет недооценка собственных сил Обратите на это внимание Козероги, сегодняшние события следует воспринимать серьезно, даже если они вызывают у вас приступы смеха Тем более, что последствия их вы очень скоро на себе ощутите Водолеи, сегодня у вас появится талант вмешиваться в чужие дела и путать чужие планы Лучше заройте его в землю, такой не жалко Рыбы, попытайтесь все же понять, что им на сегодня следует сделать В противном случае, все, чего вы достигнете, исчезнет как дым Доброе утро тем, кто еще только просыпается и тем, кто уже начал это утро самым полезным утренним шоу «Овсянка» на Первом Ярославском Меня зовут Алексей Торхов и я уступаю эфирное место моей коллеге Наталье Антоновой Она уже подготовила для вас новый культурный обзор ушедшей недели Смотрим и наслаждаемся Доброе утро, любители прекрасного! В эфире Первая культурная Меня зовут Наталья Антонова Надеюсь, прошедшие выходные получились у вас максимально насыщенными и наполненными приятными эмоциями Сейчас и я вам добавлю нотку воудушевление Сразу предупреждаю, обзор у нас получился музыкальным Начну с концерта в Ярославле выступили победительницы музыкальных чартов А теперь еще и обладательница золотого граммофона группа «Две Маши» Зал битком, песни, хором, в общем, что рассказываю? Смотрим! Босая, красная, белая и «Мама, я танцую» собрали аншлаг Победительниц чартов встречал полный зал фанатов И на каждой песне у дуэта на бэк-вокале были сотни голосов И даже тексты с нового альбома уже третьего не вызывали затруднений Ну, года примерно два назад я заметила их клип ВКонтакте И мне безумно понравился их голос И клип доносился к какой-то доброту и искренность И поэтому я хотела прийти Я очень редко хожу на концерты, но у них потрясающий голос На прошлой неделе «Две Маши» сделали свой первый большой сольник в Москве И там тоже полный солд-аут Таких достижений девушкам удалось достичь всего за три года существования коллектива Искренние тексты до мурашек и современное звучание стали визитной карточкой группы То, что сейчас у нас есть, Маши, благодаря вам, вашей поддержке Именно вы сделали то, что сейчас происходит Поэтому спасибо вам большое Спасибо вам И слушатели тоже отвечают им взаимностью В прошедшее воскресенье Маши стали еще и обладательницами золотого граммофона От концертов Движовых переходим к музыке поспокойнее В Ярославле завершился музыкальный Коган-фестиваль Три дня и три площадки для оркестрового и сольного звучания Концерты прошли в Волковском театре, Миллениуме и, конечно же, Ярославской филармонии На сцену города вышли музыканты из Москвы, Ярославля и Хорватии А также в рамках фестиваля зрителям представили чайку Но не ту, что летит ввысь, а ту, что звучит красиво Скрипка-чайка создана в честь нашей землячки Первой женщины-космонавта Валентины Терешковой А вот в тюзи и пели, и танцевали, и влюблялись И все это подживой аккомпаниатор духового оркестра Там состоялась долгожданная премьера мюзикла «Привет, доли» Первой музыкальную комедию увидела Анна Милехина Не только на сцене, но и в зрительном зале актеры Давать комментарии журналистам некогда В самом разгаре генеральный прогон мюзикла «Привет, доли» Знаменитая на весь Нью-Йорк сваха планирует поженить овдовевшего богача Идеального спутника жизни доли ищет и себе Дарить любовь окружающим мечтают многие герои спектакля Вот только на пути возникают преграды, корысть и деньги Я играю роль Эрмин Гарды Это очень веселая девушка, бешеная Она очень любит своего молодого человека Но он художник, и ее строгий дядя, богатый дядя Против этого замужества И она всеми силами, всеми методами пытается добиться того, чтобы он разрешил все-таки им пожениться Заряжает атмосферой бродвейского либретта целый оркестр Комедийные сценки не оставят равнодушным даже самого беспристрастного зрителя Долгожданный у нас премьер, потому что это вообще чистейший мюзикл Это самый, наверное, долгожитель Бродвея Он испытал штук 20, наверное, постановок и восстановлений с 50-х годов С момента написания вот этой пьесы По мотивам старого английского, так сказать, романа Стать частью бродвейских праздниц, пережить приключения А также узнать, что же выберут герои, любовь или деньги До конца года зрители смогут только несколько раз Попели и станцевали мы просто прекрасно В пятницу расскажу, чем же заняться в выходные Продуктивной вам рабочей недели и до новых встреч Настало время нашей рубрики, посвященной интересным фактам о Ярославской области Мы же и многого не знаем А вы знали, что на болотах, в заболоченных хвойных лесах и на торфяниках Ярославской области Произрастает багульник болотный? И несмотря на безобидный и даже вполне симпатичный вид Растение ядовитое, но у него, конечно, широкий спектр применения Например, у вас радикулит или простой ушиб Вперед за отварами, настойками и мазями из багульника Нужно при обморожении кровоостанавливающее средство Отвар и настой из растения тут как тут Настой травы багульника рекомендуют как патагонная При простуде, бронхите, бронхиальной астме Примите настой внутрь, расширите венозные сосуды И снизите кровяное давление Эфирное масло травы, которое нужно втирать Можно использовать и в качестве обезболивающего средства При радикулитах, неврологических болях Но в больших дозах масло способно парализовать центральную нервную систему Вызвать паралич рук, ног А передозировка препаратами может вызвать отравление Паралич мышц сердца и дыхательных путей Поэтому точно стоит знать миру в отношении этого растения И под конец эфира традиционно наша добрая рубрика В ней мы каждый день рассказываем о тех, кто ищет дом и заботливых хозяев Сегодня это старожил ярославского приюта Вовчик Знакомьтесь Это котик, его зовут Даня Даня очень молодой, ему, наверное, чуть больше годика Он примерно в начале лета был найден на пятерке То есть кот там появился неоткуда Вот, несколько дней просидел под кустом Ну и, конечно, волонтерам стало его очень жалко И они решили его пристроить, скажем так, в приют Котик был не кастрированный Но при всем при этом он был с защитными колпачками на передних ногтях Вот, естественно, по приезду в приют он прошел все обработки Кастрацию, вакцинацию И сейчас мы очень надеемся, что он найдет себе хорошего хозяина Потому что кот очень ласковый, как вы видите, очень контактный С другими животными, в общем-то, тоже уживается хорошо Да, они отличаются отменным аппетитом Все наши животные преимущественно находятся на сухих кормах Но в качестве лакомства, естественно, они каждый день получают влажный корм То есть он в еде довольно непривередлив, скажем так С туалетом тоже проблем нет Кот привычный корм Ну что ж, друзья, вот и подошел к завершению наш сегодняшний эфир Но у меня есть очень хорошая новость для вас Мы встретимся с вами уже завтра ровно в 7 утра на Первом Ярославском Поэтому просыпайтесь и поднимайте себе настроение Вместе с самым утренним и самым полезным шоу «Овсянка» на Первом Ярославском Пока-пока, до завтра, скоро увидимся Вы держитесь там Доброе утро, область просыпается И снова новый день начинается Первый Ярославский сделает твое утро бодрым В отличном настроении пойдешь на работу И не важно, маленький ты или взрослый Утро надо начинать с овсянки Все просто, чтобы сегодня все было отлично Включай в 7 утра наше шоу, это логично Овсянка 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 Продолжение следует...